итак всем привет уважаемые друзья и сегодня хотел бы представить вашему вниманию нервную пв-шку вот видео не самое лучшее играл я там больше своего поскольку варфейс таком что ну скажем так точнее звание у меня такое что совсем небольшое приходилось играть с помпой то есть его на другого просто на руках не было и вепр еще нужно открывать вот чтобы хоть как-то можно было где-то там возможно рашить или что-то поскольку помпа может не сваншотить вот нижняя на все-таки не сваншотит то вам скорее всего придет хана но опять их немного повторюсь комп у меня не самый лучше вот и попадать спор как бы не совсем просто то есть варфейс есть такое понятие в графике край engine 3 как я понял что не всегда стабильно двигается мышка то есть она из-за мелких проседаний и за анти читов тех же самых моего русских античетов то есть у вас может немножко провогнули где-то и вы точно не сможете навестись и точно не сможете навестись на противника то есть дабы сваншотить его стараюсь я стрелять все-таки именно в корпус то есть к сожалению ведь есть проблема на то есть я маханулся по полной действия то есть сундучок вот этот сундучок а кейс или как он бомба лежит в одном месте но человек которым подошел начал взял этот кейс он как бы в другом месте находится поэтому не нужно ориентироваться именно по вот этому кейсу может другой человек взять когда и точнее смещается получается персонаж собственно как-то так поэтому как бы немножко здесь непривычно в этом плане дефибрилляторы которые которыми нужно попадать вот я много не играл долгое время и вот сейчас все это дело вспоминал то есть нужно девами попадать именно в эту цель красную если я не попал в эту красную цель то мой союзник не лестница что что то есть я не смогу его и дефнуть я смогу его поднять вот это как бы минус то есть опять таки варфейс и и его скажем так главы компании mail.ru они вот продают нам дефибрилляторы вот за варбаксы а варбаксы это випка прежде всего поскольку визитки накопите бабосик очень-очень тяжело но здесь тупанул к сожалению то есть противник зашел видимо спрыгнул сверху либо прошел через арку и соответственно у нас забрал все прям я же бегаю с хафф панком не претендую на правильность произношения но это помпа и как бы не особо лучшая помпа на мой взгляд то есть другие дробаши которые были скажем так привлекательно в этом плане здесь я тоже слился как последний нубас то есть только добежал у меня закончились ботинки но стрельнул там куда-то непонятно то есть играя как полное дно но сейчас я уже купил дарью и играю с дарьей гораздо легче играть и прочим а еще одна особенность как я понял фпс должно быть как минимум ну я купил попасть ну чтобы нормально играть не меньше сотки либо у вас должен быть какой-нибудь intel core i5 там что-то типа этого тогда будет проще играть то есть если как минимум кара 5 процессов поскольку амдэшка раскрывается только вот как я понял в разгоне по поводу фпс фпс решает очень сильно решает то есть вот смотрите сейчас я на запись играю с тенями то есть у меня все на минимум стоит только тени стоят и играя с тенями то есть вот я могу не попадать по противникам у меня медленнее идет игра вот реально найдет просто медленнее сейчас первым выстрелами не попал то есть там микро доли секунды я где-то не затянул там что-то еще вот небольшой пролаг сейчас был вот то есть вот эти микро фриза не существует и поэтому я только долго затягиваю но лучше играть без теней да это плохо смотрится то есть видео не такой красочная но тем не менее вы играете эффективно до вас минимальная графика там у меня древние видеокарты все-таки до 660 я и плюс идет запись а если идет запись соответственно нагрузка запись идет через shadow play очень хорошая программа это программа грубо говоря написали сами разрабы виде видеокарточки с участием это точно понимаете да то есть устанавливать драйвер и страивается программа чадов play shadow play я промахнулся я вот реально не знаю какими образом просто промахнулся у противника вот на него промазать то есть даже когда вот очень резко дернуть мышь в игре она может не перевестись то есть бываете такие проблемы если у вас у песен ниже ста там где-то так прыгает то это очень-очень хорошо а если фпс у вас на такой карте вот как это например вот я спрашивал у ребят сколько фпс они играли на на вулкане 300 300 максимум там где-то 600 прыгает то есть это вообще это рай то есть можно играть спокойно свободно вот ежели играть но так такой видяшки как у меня и на таком процессе то к сожалению как бы нельзя так особо эффективно играть вот собственно вот я решил поменять раз потому что ну реально как бы не прет и ну все-таки варфейс таков что к сожалению дробаши здесь могут не ваншотить в отличие от той же батлы там дробаши просто жесть плюс дробаши эти апнули в батлее 4 дробаши там уже вообще называют им бой жесткой до каком-то плане вы понимаете дробаш не убьет она 30 метров он не убьет то есть такого не будет варфейсе дробаши вот помпа вообще на как бы такая скажем плюс прохождение урона если у вас нету пинга 5 палок если у вас проблемный компьютер такой как у меня cry engine 3 он все-таки на мой взгляд не оптимизирован для амиды процессоров да в отличие от той же барлы которая батла 4 все-таки она оптимизирована по им дешку и там проще все это делать происходит вот собственно как-то так играть проще вот и fps будет прежде всего и чем больше у вас fps тем проще вам играть просто у нас есть там у знакомый который играет буквально вешать скажем так спу и он играет из 20 и утеры 30 fps но это просто жизнь понимаете да там даже говорит если противник бот бежит вдоль вдоль убить его с дробовика невозможно просто невозможно попасть в этот момент невозможно и то же самое здесь аналогия да и такой бы но противник бежит также скажем так быстро пробегает перед вами но если у вас не самый лучший fps то при нажатии даже при нажатии на мышку может быть задержка и попасть из помпы довольно таки сложновато но повторюсь если убрать эти тени то есть у меня только тени стоят но тени здесь динамически это отдельная проблема то есть если мы убираем тени оставим минималочку то есть попадать вы будете всегда лучше когда тени там как бы они могут показать у кого избегает противник но лучше ребят ориентируется по звуку звук это самое главное в игре и вот сейчас мы играли то есть некую новую тактику для меня лично новая надо то есть мы играли в таком стиле то что делились на пары например мы играем там 5 ронда и меня как медикам скажем так прикрепляли к определенному игроку я бегал с ними только бегал с ним играл только с ним как изнять то есть мы играли в паре и мы прикрывали друг друга то есть один стрелок один медик и это очень эффективная тактика то есть хочется как бы это отметить и плюс когда я вот убрал тени уже дальше играл тонн под хапа по моему это дробовик есть и есть еще другой дробаш раньше он был бесплатный были на название вылетела из главы но он очень хорош что же и вот без тени прям были такие моменты где с ним просто забирал не очень жестко здесь вот забираем то чувачка который просто бежит в неизвестном направлении вот а кстати еще одну вещь упомяну то есть я разогнал курсы до 4 и 3 гигагерца и играть намного проще стало то есть персонаж хотя бы слушается меня когда я нажимаю пробелы он у меня прыгает представьте квадрат атака очень сложно управлять и если вы хотите поощутить что такое малый fps то есть такая вещь как вертикальная синхронизация и когда например ее ставить на 60 герц то есть 60 fps ограничивает то вот у меня прыгает примерно около сотки то есть меньше больше около того если ставить 60 герц то там вообще просто жизнь то есть игра превращается в жуткую тормозную такую такую сущность и где просто нереально кого-то убить то есть фпс очень-очень сильно решает то бы вам что ни говорил вот оставить тени на низкую или нет это как бы зависит от вашей видях есть вас 980 это принципе она вытянет то есть фпс не будет снижаться при ну прям критично критично скажем так снижаться при установке тени на минималку и игра варкопис это та игра где нужно именно прислушиваться любая игра любую шутер это нужно именно где-то слушать противника то есть вот даже здесь можно было где-то вот услышать там под звуком ориентируется да ты все это самое главное самое главное держать уши во стром и тени не играет прям такой глобальный ролик но это минус то что варкописи башмаки которые бесшумные ботинки это просто не хочу ругаться но это реально ребят вот эту фигню я не хочу ругаться на как бесшумные ботинки надо к черту бабушки брать это не играет бред если оставлять в этой игре то магичное мнение все оставлять в гребешенные ботинки вот как то так ребят всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока